Еще и так надолго. С одной стороны, когда нам сказали, что работа наклюнулась у него, наметили планы, порадовались. Потом говорю, Антона, на сколько? Он говорит, на месяц. Я еще держалась, а когда просто провожала его, разревелась. Спасибо вам большое. Вышла сейчас. Привет, привет, привет. Я на парке культуры, на метро парки культуры, парк Горького, смотри, теплоходики плывут, солнышко сегодня, Москва радует погодой. Конечно, очень тепло, я не знаю, сколько градусов, наверное, 27. Последний раз в сторис смотрела. Привет, привет. Какая красота, да, смотрите, вообще, солнышко. А я в кожаной куртке, потому что всю неделю был дубак в Москве. Вот. Так что вот такие дела. Как у вас дела? Что вас интересует? Что, на что вам ответить? На какие вопросы, на ваши? Я тут, я готова, любые вопросы задавайте. Завтра игра «Привет, вселенная». Участники писали в комментариях, говорю, Лиль, завтра начнется игра «Привет, вселенная», будешь с нами развлекаться? Я говорю, точно, будем желание с вами заказывать, загадывать, исполнять, настраиваться на позитив. Действительно, завтра с утра зайду и буду с вами там отвечать вам и формировать ваши запросы. Привет, привет. Когда свадьба? Ну вот, Антон уехал, кольцо подарил и уехал. Идеальный мужчина, идеальный мужчина, кольцо оставил и уехал. Короче, вот, приедет, будем разбираться. Я по гороскопу Дева. У меня скоро день рождения, 18 сентября. Сразу вам хочу сказать приятную новость. Кто в Москве находится, подписчики мои, кто будет в это время? Будет встреча с подписчиками на День города. День города будет 7 сентября. И я буду в Лужниках, оставлю ориентиры, там будут проводить мероприятия мои друзья. Великолепная чета Ешанькиных, обожаю их. Это Ксюша и Дима. Я недавно рассказывала, что у Димы курс стартовал. Тело кинозвезды, по-моему, он так назывался. Вот. И это они, да, они проводят и пригласили меня. Дали площадку для нас абсолютно бесплатно. Сказали, Лиля, для тебя, для твоих подписчиков, приходите, просто встречайтесь, общайтесь. У нас есть местечко, где можно будет вам уединиться, расположиться на открытом воздухе. 7 сентября в Москве Лужники. Паркинг номер 4. Но я еще дам информацию. Вот. Так что увидимся со всеми желающими. Приходите. Вход туда абсолютно бесплатный. Праздник общий, день города. Города Москва. Поэтому встретимся там. Когда фильм очень жду. Ну, фильм выходит у нас периодически. Вот. Через день, практически там через два. У меня 19 сентября, она год старше. Так. Как поднять настроение, научите. Ну, что. Сегодня мне настроение подняли вы, подписчики мои. Реально. Я зашла в директ. Оказывается, столько, столько девчонок, которые, женщин, да. Девчонок, женщин. Всех нас. Кто ждет своих мужчин, столько мужчин уходит. Просто не представляете. Весь директ. Вы в комментариях почитаете все. Я на авто вчера проводила. Я своего полгода не вижу. Я третий месяц. Я завтра провожаю. Мы вообще не видимся. Это что такое? Что это за дела? Какие вообще? Мой сегодня уехал на месяц. Сейчас вообще ненормальная какая-то ситуация. Не пойдет. Мне это не нравится. Надо исправлять. А кто-то предложил федеральный закон ввести, чтобы мужчинам нашим платили зарплату за то, что они с нами все время находятся и никуда не уходят. Отлично. Миллионы мы платили за это. И нам, и им. Завтра во сколько игра? Посмотрю по времени, пока не знаю точно, да. Но игра старт завтра. Я знаю, что радовались те, кто недавно узнал про игру «Привет вселенная», что она стоит 500 рублей и такой мощный заряд, что еще и завтра. И есть возможность сейчас попасть. Поэтому про время точно не скажу. Но завтра начнем. Завтра как раз будет эфир, будем формировать желания. Первые лунные сутки попадают у нас тоже в этой игре. Будем делать карту желаний. Я вам заранее про это расскажу. Не забывайте, не забывайте. Те, кто уже давным-давно со мной знают, что это не про чудеса. Это не про какое-то волшебство. Никакого волшебства, наверное, так вот прямого не бывает. Но так, чтобы таблетки кинул на стол и оттуда круассаны там, да, распечатались, там, я не знаю, яичница какая-то. Наверное, да? Ну, может, где-то есть какие-то таблетки волшебные. Но, 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 вера, вера просто творит чудеса. Если ты, это реально так, если ты веришь во что-то, если ты реально идешь к этому и прикладываешь усилия, да, свои вообще все возможности, ресурсы, у тебя все получается. Самое невероятное происходит и входит в твою жизнь. Вот, и мысли действительно материальны, все-все-все. Вот, кто давно на этом практикуется, вот Антон, допустим, он вообще не знал, что такое вселенная, правда. Он крутил виска и думал, что, ну, что за херня, Лиль, что ты говоришь, что ты несешь. Но вчера сам сказал, что, Лиля, мы заедем в нашу новую квартиру к Новому году, обещаю. Я говорю, ты это зря, дружочек, сказал. Я говорю, сейчас тебя не слезу. Вот, ну и что, и сегодня улетел, сегодня улетел. Пришел с рост, как я говорю, да, пришла работа. Ну, очень неожиданно, так что даже подготовиться морально не успела, но выход эмоций, он нужен всем, выход эмоций произошел, и вот он улетел. Боже мой, как красиво, просто, посмотрите, как красиво, просто, вообще, чудесно на улице, погода прекрасная, красота. Давайте, отвечаю на ваши вопросы. Никак по времени не могу попасть на игру, работу. Так, подождите, как вы не можете на игру попасть? Эта игра проводится в WhatsApp, в чате. Вы прямо сейчас зайдите в ссылку, у меня там есть торис, где можно смахнуть, и просто в игре уже. Эфиры приходят, там вот не такие прямые эфиры, аудиозаписи сохраняются у вас. Пока вы на работе, я вам все рассказываю, вечером приходите домой, все делаете, у вас два дня на выполнение заданий, вы мне пишете обратную связь, я все проверяю, с учетом вашего конкретного желания, все проверяю, вам рассказываю, показываю, как, что, как настроиться, как исправить этот запрос. Короче, мы с вами все это дело прорабатываем, дальше переходим к другому заданию, поэтому не надо быть там на работе или привязанной ко времени. С Лос-Анджелеса, Германии играют, Алмата просто Украина, столько участников, просто очень много оттуда, я говорю, мне уже пришлось украинский язык выучить, правда. Я обожаю ваши игры, спасибо вам большое, там заряд, да, заряд. Привет, 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 задавайте вопросы, сейчас просто на все ваши вопросы отвечаю, вышла с вами поздороваться, пообщаться, как быстро продать квартиру. Ну, я хочу сказать так, адекватность, конечно, это залог успеха, если вы выставляете цену космос, то будьте готовы, если все квартиры стоят 5 миллионов, у вас 65 миллионов, наверное, вы будете продавать 65 раз дольше, чем все остальные. То есть адекватность в любом случае, если у вас нормальная цена, да, ну можно, конечно, чуть завершать, я свою продала дороже, чем хотела, в Хабаровске, но она того стоила, и покупатель свой нашелся. Вот, то есть однозначно, то есть адекватность, да, ценник нормальный выставлять, и понимать, ребят, ну все продают квартиру, вообще в этом сложности не вижу. Ну, нет ни одной квартиры на рынке, которая 70 лет продается, и ее никто не смотрит, и я до сих пор в продаже. Ну, нет такого. Расслабиться, успокоиться, придется же покупать их, продавайте, предлагайте. И вот с таким вот, вот у меня такая уверенность, ну вы сейчас, я думаю, ее ощутили. У вас должна быть такая же уверенность. И не надо никому там, не знаю, покупатели приходят, надо будет, они сами все увидят там, посмотрят и так далее. Не надо там ходить и продавать ее специально, предлагать там, я не знаю, еще что-нибудь. Все нормально, успокойтесь, все хорошо. Продадите. Так, понятно. Пришла, прошла игру, привет, деньги, я в восторге. Я тоже очень счастлива, что вам нравится, как настроиться на детей, куда агрессию деть. Ой, это нормально, это нормально. Вы думаете, что вы одна такая-то? Нет. Просто, смотрите, вам пришла новость, что вас повысили на работе, допустим, там, да, или муж там подарил цветы, тут ребенок, что-то не может сделать, и говорит, не хочу, не буду, там, да, вы в таком прекрасном настроении, даже внимания не обратите на это. Или скажете, хорош, да вы с тобой, что-то так, что-то нормально. И он такой, раз-раз, и нормально, да. Если у вас трэш на работе, или любимый, допустим, не дарит вообще цветы никогда, и вообще, не дай бог, там, путь-ву, не пришел домой ночевать, да, вы утром просыпаетесь, такой же вопрос, ваш же ребенок, тот же самый случай, говорит вам, что я не хочу там что-то делать, все, вы готовы разорвать, я не знаю, все на куски, кидать, швырять, хотя вопрос тоже, ребенок ваш, а ситуация у вас другая. Нужно привести состояние в рабочее себя, нужно настроиться на позитив, вы даже заметите, что в очереди люди разные, кто-то, наступит у господи, ради бога, простите, пожалуйста, готовься, мне ботинки почистить, десять раз тебе там, скажешь, господи, да все нормально, иди. Это значит, что у человека все нормально, у него хорошее настроение, ничего его не парит, а есть люди, которые нервные, ну реально, у них проблемы, вы что от них хотите, вы что от них хотите, что они будут ходить и радоваться, у них проблемы, поэтому внимания на это обращать не нужно, если орет этот человек, я не знаю, бесится, вот просто так, ни с того ни сего, да обойдите вы его стороной, все, он дальше, как комок, вот этот густок негативной энергии, пойдет дальше, там, кому надо ее размножать, кидать и так далее, а вы просто как мимо идите, поэтому раздражаться даже на детей, это нормально, если у вас не рабочее, не ресурсное состояние, что-то не ладится на работе, в личных отношениях, что-то не получается, просто понимаете, все-таки это дети, и на них выливают свою злость, но они просто этого не заслужили, отследите, просто такой зафиксируйте моментик, почему, почему он вас раздражает, проблема в вас, или проблема в нем, скорее всего, она будет в вашем настрое, все игры прошла, надо новую создавать, спасибо, но подождите, только игру «Привет. Деньги», я ее очень долго писала, создавала, «Привет. Любовь» 9 месяцев составляла, очень было важно, чтобы ко всем подходила, поэтому игра «Привет. Любовь», вы ее очень сильно любите, и проходите ее, и она всем подходит, не только тем, кто хочет встретить свою вторую половину, всем, 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 даже «Любовь» это что, и отношение к детям, и отношение среди окружающих, среди ваших друзей, близких, поэтому она заходила, потому что она готовилась очень долго, поэтому подождите немножечко. У меня есть мысль, очень многие про предназначение спрашивают, и у меня есть очень крутой специалист, которая мне однажды помогла с моим предназначением, и, ну, это, конечно, в связи с тем, что я многое знаю, и уже прошла через многое, да, и знаю, как уловить суть этой информации, вот, но как бы в комплексе мы можем создать такую очень мощную, мощную игру, да, новую, но это вообще, не знаю даже, когда это будет, наверное, в следующем году. Как настроение? Ну, получше благодаря вам, спасибо, очень искренне, спасибо большое, мне почему-то всегда говорят, что я очень искренняя, что я постоянно улыбаюсь, постоянно, если ты постоянно улыбаешься, вот такие два основных момента. Я вас люблю, а я просто хочу собаку. Ну, вот так вот, наболело, какую собаку хотите? Играла в игру, так, 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 блин, так много комментариев, все улетает, солнце светит. Так, Лиля, не грустно, что теперь очень далеко от родителей? Да, мама моя вообще по мне скучает, плакала, Лешу вообще не видела очень давно. Надо что-то делать с этим, надо что-то делать. Скучаем, конечно, родители, близкие наши, но самое главное, наши в жизни. Вы знаете, все эти одежда, вот люди, вот богатые и не очень богатые, они чем отличаются? У них такая же одежда, ну, лейб другой, все, майка, такая же майка, ну, не знаю, 100 тысяч видов этих белых майок, да, они ничем, по сути, не отличаются друг от друга. Еда какая-то другая. Ну, я думаю, что люди там богатые, да, которые у всех, все эти, они жрут одни морепродукты, да, там многие говорят, едят, не будем никому там, да, едят одни морепродукты. и как бы, просто многие так говорят, такая зацепка сразу. И поэтому, как бы, еда, она даже не отличается у одних, у вторых, у третьих. Нет такого, что одни едят одни бургеры, вторые едят одни морепродукты. И те, и те едят и то, и другое, и можно без хлеба, да, поэтому ничем они не отличаются. Они хотят все такого же счастья. Близких, здоровых, вокруг себя, родителей, детей, мужей. Все. А вот, как бы, где человек счастлив? Здесь он живет, там в Москве, либо в какой-то городе, либо за границей на яхте. Если возле него близкие люди, сейчас, если возле него близких людей нет, да хоть что у него, он не будет сейчас. Не будет. Не будет. Поэтому, самое главное, это оценить то, что наши близкие с нами рядом. Это правда, самое главное. Самое, 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 самое главное. Самое главное. Только ты идешь в игру, и у вас есть помощники. Да, видимо, новенькая девочка, привет. Я сама веду игру, потому что здесь важна обратная связь. Игра «Привет вселенная», она повторяется каждый месяц. Она привязана там один эфирчик, где лунные сутки, да, первые выступают, вот это четвертый эфир в игре, у вас уже есть желание, и вы делаете, кажется, желание уйти со мной. Там обратная связь. Вот эту обратную связь и игра, суть в этой игре, потому что вы общаетесь со мной. Информация из игры в игру повторяется, но обратная связь, она всегда уникальная со мной. со мной. То есть, ну, без меня я не могу гарантировать результат. Вот так скажу. Поэтому я игру провожу сама. Расскажи про бизнес мужа. Ну, вот я, кстати, собралась пост писать, и он улетел. Муж улетел. Расскажи. Леша, когда возвращается, через неделю. Это еще один вообще. Все мужчины меня бросили. Леша уехал, через неделю только приедет. Вот. Переживаю, у него нет связи вообще. Представляете, они в лесу. Связи нет. Мы ушли в четырехдневный поход. Кто нас пригласил, они уже ходят четвертый год за этой организацией в поход. Они говорят, что это нормально. Вот мы создали родительский чат, и кто-нибудь из детей выходит на связь. Они говорят, мы пришли на связь. У всех все хорошо. За друг дружку передают. Мой Леша ни разу мне не звонил. Ой, мальчики. Вот они, мальчики. Не звонят мамам. Надо родителям звонить. Ну, слава богу, все, новости вот были хорошие, все нормально. Не скучаю. Так. Участвовала одного блогера в марафоне, одного желания не исполнить. Теперь хочу попробовать и вас в марафоне. Очень надеюсь, что все исполнится здесь. Пробуйте. Разные... Мне тоже приходят участники, которые сравнивают мой марафон еще с каким-то, мою игру, да, с еще одним марафоном. И говорят, что, допустим, там очень много воды, там, а у вас все конкретно понятно. Цена очень многим нравится, потому что, как бы, да, рискнули, попробовали, а тут еще прикольно, еще и такой классный марафон. Думали, что фигня какая-то, ну, решили попробовать, да, а тут помогло. Поэтому и цена 500 рублей, для того, чтобы каждый смог попробовать. Я знаю, человек, я знаю, что поможет, я знаю, что зарядитесь, я знаю, что все исполнится, рано или еще раньше, как я говорю, но исполнится. но просто, когда ценник, вот, как бы, большой для многих, да, там, 5000 рублей, допустим, человек просто не попробует. Я это знаю, поэтому, как бы, хочется, чтобы он поверил снова и попробовал. И пробует, и в приятном шоке потом находится. Поэтому попробуйте, обязательно напомните, что это были вы, мне интересно тоже сравнить. Давайте, давайте, давайте. Какого числа будем делать каждого желания? первые лунные сутки, по-моему, сейчас, по-моему, 31 августа. Август вообще такой уникальный месяц. Лунные сутки в этом месяце два раза. Первые были первые числа, и 31 августа тоже лунные сутки. Поэтому будем, будем готовиться, будем делать. Я рассчиталась долгами, лучше не то, чтобы такое не писать, а лучше вообще, про долги, да, там, не думать. Понятно, что если ты не думаешь, там, но про долги, это не значит, что они у тебя там исчезнут, или просто, ну, как бы, да, мы же не про бред какой-то говорим. Это не значит, что если ты это повторяешь, там, долгов не будет. Я тут немножко прошла, потому что, что-то солнце, я похож на куртки. Как, как работать с долгами? Как работать с долгами? Вот, кстати, в игре «Привет, деньги» я про это рассказываю. Это отдельным вообще эфиром в конце игры идет, что прям отдельной информацией. От долгов надо обязательно избавляться, потому что долги тормозят, долги не дают энергии денежной пробиться. И долги, допустим, я там даже табличку такую привожу, да, которая мне помогала в свое время от долгов там избавляться, да, где ты ставишь, допустим, приоритет на самый высокий долг, большой, там, поменьше, поменьше, да, и поступления к тебе приходят, особенно, если внезапные поступления какие-то, не знаю, продалось что-то, какие-то такие планы, да, их обязательно нужно на вот этот долг потратить, чтобы его закрыть, потому что они высасывают. И работать пока вот на вот этот долг. Это не значит, что нужно себе отказывать абсолютно во всем и умирать после этого долга, нет. Опять же, такой важен баланс. Почему мы с баланса начинаем в игре «Привет деньги»? Потому что это важное. Приходят те, кто «Скажи мне, как заработать просто, вот просто». Я первый эфир скинула, где рассказала, что такое баланс, как вообще, в принципе, сначала настроиться на это. А тут просто эфир не услышали, ничего не сделали, просто где, как? Ну, подожди, потому что пришла разобраться, успокоиться нужно. Послушай первый эфир, я отправляю послушать первый эфир, люди слушают, да, и потом немножко возвращаются. А, ну понятно, хорошо, а как баланс притягиваю? Ну, е-мое, вот такими буквами жирными написано. Как баланс себе вот это восстановить, да? И потом уже, А, ну да, точно, есть, есть, есть точно такой эфир, сейчас посмотрю. И начинают уже дальше разбираться, смотрим. Поэтому, копать, 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 смотреть, наблюдать. И сегодня в директ удивительная девушка написала, она играла тоже в «Симые игры». я вот в сторис запишу, она говорит, «Лиля, подожди, ты сначала сказала, вчера, ты сказала в игре, что не нужно, как она сказала, ну, про жадность, да, про что считать там, короче, признак жадности, эти акции, вот эти, эконом-варианты все, это на самом деле». Я говорю, «Подожди, ты немножко не поняла, экономить-то это неплохо, если ты сэкономил 200 рублей, ты, значит, заработал эти 200 рублей, да, как говорится». И она вот все это анализирует, смотрит, потом про квартиру, про вопросы 5-6 задала, как вот я в директе прям голосовой записала, она говорит, «Ну, точно, Лиля, я поняла, прости, что я тебя там». Она говорит, «Слушай, не проси, прощения, потому что я такая же». Я до все мельчайших подробностей. У меня 2-3 человека в жизни было, которые вот миллионеры, успешные, счастливые семьи, прям вот еще просто классные люди. Добрейшие, души люди, семьи целые. Я вот так вот клещами из них все вытаскивала, «Расскажи, как? Расскажи, вот так». Они точно знают, потому что у них получилось. Я так же все сращивала, пыталась разобраться, пыталась разобраться вот в этом вопросе вот до мелочей. И эта девушка точно так же, я говорю, ты меня прям напоминаешь, поэтому спрашивай, все нормально, ты права, я прям ковыряюсь. Это полезно ковыряться. Поэтому нет панацеи, нет одного конкретного вопроса. Есть общая такая, да, история, общий посыл, энергия. Вот игра «Привет вселенная», она об этом. Есть, знаете, у людей примитивное мышление, когда они считают, что игра «Привет вселенная» это про какую-то магию или про какое-то, я не знаю, таких людей мало, конечно, потому что в основном, слава Богу, люди аккуратные, нормальные вообще, да, они как бы видят, человек реально нормальный или нет. Я же не стою, реально с бубном, там не бью и не вызываю там духов каких-то, хотя есть такие люди, я просто их не касаюсь и даже не хочу внедряться в их там тему, может, это тоже нормально, но не знаю, не по мне. Вот, и есть примитивное мышление, которые думают вот так, у них, видимо, одна извилина, я не знаю. Зачастую эти люди, вот поверьте, ничего в этой жизни не добились. Никто мне не сказал, что игра «Привет вселенной» это что-то там не то или это там магия, или что там ничего не сбывается, или это просто случайность. Вот в основном случайность говорят те, кто в этой жизни ничего не добились. А те, все мое окружение, и те, кто в том числе вот эти люди успешные, богатые, счастливые, с семьями, да, они все говорят, «Лили, это просто пушка, как ты вообще могла в одной игре все это собрать?» Это просто же реально, мыслишь материально, ты как зарядишься, так и будет, и главное понимать, что это твой запрос. И они мне вот, они знают этот закон, они знают, как это все делать, поэтому они, они только за эту игру, и сами прошли, да, зарядились, классный щелек, молодец. Все, а люди, которые с одной извилиной, я даже просить прощения, за это не буду, там, перед ними, это мое мнение, я так считаю, ну, правда, я думаю, что вы со мной согласитесь. Они как раз распространяют этот негатив, если к ним подходит человек, говорит, «Я верю, верю, что у меня все получится, я поступлю в этот вуз?» «Че? В какой вуз? Ты вообще думай, что ты говоришь, ты на что там школу закончила? Какой вуз? Там все за бабло, там все за деньги, если есть баблишко у родителей, ну, давай, давай заплати, и посмотрим еще там конкурс, и все, девочка протухла уже, там, я не знаю, стухла уже, все настроение нет, зачем ты, придурок, это делаешь, хочется сказать? Ты себя просто в говно там вмесил, я не знаю, ногами там встал туда, и вылезти не можешь, еще и других начинаешь, этим заражать. Я даже с такими не спорю, я не спорю, единицы такие где-то просачиваются, я просто прохожу мимо них. Вот сколько людей, в основном все на позитиве, в основном все хотят жить счастливо, все заряжаются на это счастье, думают о хорошем, и получают это, и счастья у них больше в жизни. Простите, солнце такое. Так, у Лили все желания сбываются, все, все до единого, рано или поздно, если что-то не сбывается сейчас, сбывается потом, либо переходит в какую-то другую форму, но оно сбывается немножко по-другому. И я просто знаю, знаю, как заряжаться, иначе бы не появилась игра в природной вселенной, я бы не делилась с вами этой информацией. Да, Лили затыкливаюсь на желании, как отпустить? Могу на время забыть, а потом опять. Предложение какое-то пришло на WhatsApp? Панал не больше. Ладно, прочитаю потом. В WhatsApp просто пришло уведомление. Так, зацикливаюсь, смотрите. Очень важно, очень важно. Смотрите, как... Прыгать не надо. Сказали, и вам всего хорошего. Мне сказали, не прыгайте с моста, не собираюсь. Вот. Смотрите, отпустить. Один из способов, самый классный, это понять, что ты хочешь. Ты хочешь машину, ну вот все, ты проработал с ней, да, уже пошли там первые шаги, она у тебя, не знаю, может, уже там первый взнос какой-то есть, еще там что-то. И... Очень полезно. Подумать, какое желание ты хочешь следующее, связанное с этой машиной. Допустим, это чехлы там для него, или, госпит, гараж ты хочешь. Переключиться на другое желание и поработать точно так же. Ну, как в игре «Принцелена» мы делаем, да, для тех, кто играл. Или вы сами это знаете, да, как проработать свое желание. Как проработать. И точно так же переключиться просто на другое. Просто на другое. Вы с тем проработали уже все. Уже все сделали. Всю свою энергию вложили. Действия подключили. Визуализацию в реальности тоже сделали, да, опять же, то, что во Вселенной мы говорим в игре. И все, все, отпустите. Отпустите как? Переключиться на другое желание. На другое желание на... То же самое с ним проделать. Все, и вы увидите, что вы там отпустили, больше, что называется, отпустили. И вам начнет приходить, вы отслеживали. Не забыли, а отпустили. Вот так вот. Я не дойду сегодня до парка, я все иду по мосту. Вот смотрите. Вот видите мостик? Какой красивый. Я не могу дойти еще туда. Столько же практически. Красивое место, парк. парк горького. Так, иду. Я еще употела в этой куртке. Антон всегда надень куртку, надень куртку, надела. Вот, поэтому давайте. Еще вопросики. Откуда столько энергии? Внутри? 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 Наверное, тоже зависит от характера человека. Да, вот есть меланхолики, холерики, флегматики, да, но все равно, я считаю, есть прям флегматики или меланхолики, которые, да, более тут спокойные люди, они, они, ну, как бы более спокойные, да, назовем их так. А другой тип людей, они более энергичные, но все равно, идти и те могут стать спокойнее, более, да, менее спокойнее, другие могут немножко подзадуриться, так скажем. Вот, но позитив, 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 он присущ и тому, и другому, и пятому, и десятому виду всем. Понимаете? Это не про оптимизм и пессимизм. Поэтому каждый человек, он может развить в себе вот этот позитивизм, как я говорю, позитивизм. Вот, поэтому энергия, энергия берется от желания твоих, заряжен, хочешь, да, идешь, делаешь, достигаешь этих целей. Если нет желаний никаких, то энергии не будет. Энергия берется из физических упражнений. Побегал, все, вот реально, утром побегал, заряд чувствуешь, да, кто-то хочет спать, но потом все равно вечером ты будешь на бодрике. поджимался, поупражнялся, потанцевал. Музыка, она сразу, мгновенно человека включает. Кому-то показаны для энергии успокоительные моменты, да, воду послушать, водопад, я не знаю, просто вода полезна, да, у моря посидеть, хоть кран в ванной включить, ванну принять. кто-то, кому-то наоборот, да, то есть успокоиться, это даст такой прилив энергии, а кому-то наоборот взбодриться надо, музыку послушать, волосами потрясти, вот так вот, да, вот, поэтому вот таким образом. Здравствуйте, Лиля, добрый день, у меня, так, очень много сообщений, пролистывается, только задерживаю пальцами, снова убегают. Привет. Так, ремонтники обманули, как рыба, бьюсь, как рыба об лед, что делать? Ой, много кого обманывают, это, ну, какая-то нормальная ситуация, быть внимательным в следующий раз, потому что кого-то обманывают и пятый, и десятый, они ничему не учатся, а кого-то обманули один раз, и он запомнил, вынес уроки, поэтому вам только вынести уроки, все, отпустить ситуацию, вынести уроки, все. Ой, вот это нажала, не туда. Так, благодарю. Благодарю. Обожаю вас. Привет, Лир, расскажи, как вы с Антоном познакомились, очень интересно. Рассказ, познакомились. Это на весь эфир. Это не быстрый ответ. Это на весь эфир. На весь эфирчик. Расскажу как-нибудь, выйду отдельно, ладно? Потому что это будет долго, на все вопросы не отвечу. спасибо за энергию. Спасибо за энергию. Думала, кто-то позвал. Спасибо вам большое за энергию. Вы заряжаете, сегодня меня тоже зарядили. Привет, как дела? Прекрасно. Когда игра про нас? Еленэ, завтра, завтра старт. Все, кто сейчас зайдет, ко мне в сториз. Там есть ссылка. Просто на нее нажмите, напишите имя свое. Играю. Я вас встречу и завтра начнем. Так. Вы где? В парк Горького. Я в парке Горького. Пытаюсь спуститься уже час. Ой, сколько сердечек. Я искренне верю, что мой жизненный настрой ведет меня по правильной дороге и встречаются нужные люди. Прекрасная установка. Прекрасная мысль в голове. Супер. Вот так методом случается я нашла вас. Участвую в игре, жду начала. Не просто так вы попали на мою страничку. Вы знаете, я очень скромная, но вот сейчас конкретно то, что я прочитала, это реально вас привело ко мне и игра вас по-любому приведет. Туда, куда нужно. Через нее вы познакомитесь либо с кем-то, либо предложение какое-то придет, потом будете вспоминать. Так все участники пишут потом, что вот что-то зарядилось, кто-то даже в процессе обсуждения игры понимает это. Вот. Поэтому таким образом... Ох! Я спустилась наконец-то с моста. Мост остался там наверху. Фу. Я хочу снять куртку. Снять куртку. Вот так. Просто. Какой кайф. Господи, какой кайф. Просто счастье даже в том, что ты просто стоишь вот так, тебя греет солнышко, и реально просто секундочку расслабиться, отпустить все мысли и просто кайфануть в секунду, это очень важно. Меняется все внутри. Органы внутренние расслабляются, сердце успокаивается, душа тоже прям... Иногда прям даже хочется так вздыхаешь, и легче становится. Просто секунду поймали, солнышко. Понимаете, как важно все это делать? Хочу найти лавочку, я просто уже как пенсионер тут посидел. Чуть-чуть. Сюда сяду. Вот. Поэтому кайфовать очень важно. Я вот этот моментик тоже отследила. Видите, какой мост красивый? Вот на нем мы с вами разговаривали. Общались. Ой, как классно. Ребята, не поверите, как классно просто посидеть. Ой, я не могу. Смотрите, я бы поиграла, но карта желания не останавливает. Я обязательно делаю. Да не обязательно ее делать. Это бонусом идет для тех, кто любит это делать. Для вас просто будет перерыв в 2-3 дня. Пока ее будут делать, без проблем. Не обязательно ее делать. Как хотите. Это все по желанию. Лилия, вы не желаете больше не работаю на телевидении? Я вот совсем недавно думала про это. Даже разговаривала с своим знакомым здесь, который работает на двух телеканалах. Бывают у меня такие порывы. Это потому, что это любовь, это жизнь. Телевидение, это отдельная жизнь. Я иногда по ней скучаю, но мой инстаграм, он дает мне все равно развитие. Это другая совершенно жизнь, более личная, да, такая. Поэтому не могу пока сказать. Я бы, наверное, поработала, да, поработала. Скучаю, скучаю, да, скучаю. Вот такая ты мне больше нравишься, классная, позитивная. Нет, нет, Как не злиться на мужа, когда кажется, что говорит не то? Объясняйте ему. Но если он-то говорит, с другой стороны, он же не дурак у вас, что он говорит не то. Что он дурак и говорит не то. Я дурак говорю не то, постоянно. То есть он говорит, он же понимает, что это, он же понимает, что, блядь, куда я, извиняюсь, куда я села. Посмотрите. Это что за, блядь, пятна? На какую лавочку я вообще присела? Что у меня с косовками? Вот это я вляпалась. Я надеюсь, это не то, о чем мы подумали. Антон поехал зарабатывать, а я вляпалась. Какая-то мазута какая-то, черная. Прикиньте? А, все понятно, это я на мосту обтерла перила. Прикольно. Просто я в этом, в нефти вся, видимо. Все джинсы уляпаны, просто капец. Просто капец. прикиньте. Здорово, да? Все джинсы. Ну и ладно. А вся, вся в этой, в этой фигне. О, господи, и сумка тоже. И сумка тоже. Надеюсь, она стирается. Я помню, папа мне бензином краску оттирал, вещи все в бензине были. Мама говорит, господи, Вов, просто сожги. сердечки беленькие, интересные. Так, комментарии, читай, читай. Это к деньгам. Это к деньгам. Лилия от мазута, женская для снятия лака. Точно? Тут я вся в этой мазуте. Видите, вся. Кроссовки. Ну, отстираются. Это всего лишь вещи, как говорится. Просто неприятный моментик, ну и ладно. Как я гулять буду, сейчас попару. Еще не пропустят меня. Еду не продадут. Да, я посмотрю. Нефть это черное золото, лилия в золоте. Ага. Ой, какую свадьбу хотите? Мы, честно, хотим просто с Антоном расписаться и уехать на два дня куда-нибудь. Не какое-то там свадебное путешествие, еще что-то. Как бы очень много работы и у него, и у меня, и себе нужно время уделить. Мы хотим прям вот прям на два-три дня куда-нибудь просто в Москве, не знаю, может в Италию. Мы не были там. Во Францию были? Может быть во Францию, в Париж на два дня. Выпьем шампанского, посидим, прогуляемся, поцелуемся по Дефилевой башне и уедем. Вот так вот, наверное, распишемся. С родителями, когда увидимся, тоже родителей пригласим домой к себе. Фейри отмывает? Хорошо? Нефть? Ага, хорошо. Я смотрю, у всех опыт с нефтью есть. Когда продолжение «Привет, игры, деньги». Ребят, продолжение игры «Привет, деньги» будет, вот сейчас уже начинается, скоро вот на этой неделе, буквально осталось, я просто не помню число, не хочу вас обманывать. Кто хочет сегодня прям перейдить, потому что можете не успеть. У вас, у кого, у кого, кто уже может пройти, ссылка у вас есть. Для новеньких пока не могу сказать ни номер, ничего. Не нужно там все сразу проходить, потихонечку, постепенно знакомьтесь со всем. У кого есть ссылка на игру «Продолжение деньги», переходите туда, потому что можете опоздать. Карту желания не нужно делать, если завтра игра. Не нужно, мы ее в игре будем делать. Кто хочет делать, будете делать, кто не хочет, пропускает этот эфир. Все, ничего, просто приходите в игру, я вам все рассказываю, что нужно. Я хочу ливанскую свадьбу, это какую? Ты классная. Как вам Москва? Привыкли уже? Я через месяц надеюсь, что перееду, загадала. Да, классно, я кайфую, ребятки, я кайфую. Здесь так свободно дышится, здесь так легко дышится, мазут, видите, везде, повсюду просто, просто мазут везде, везде нефть. Ой, блин, классно здесь, классно, мне нравится, Лешке здесь нравится, вообще ребенку попасть в большой город в таком возрасте это очень классно. Но, но, все зависит от человека, неважно в каком вы городе, если вы в своем уме, так скажем, при памяти, то вы не пропадете нигде. На самом деле, может помочь салфетке Аквамэджик, реально, Аквамэджик, вот от такого вот, Аквамэджик, мне кажется, только вырезать дырку и шить новые джинсы теперь туда, господи, даже руки в мазуте, ребят, вообще, это я прямой эфир вон там проводила, просто стояла и обтерла все. Отправила запрос на последний сториз, да, вот сейчас у меня в сториз как раз ссылка на игру приведения, завтра, завтра ждать, не придется. Как благотворительность влияет на энергию денег? Да хорошо влияет, благотворительность вообще, это такое дело, не нужно думать ни о чем, что на что влияет. Если влияет, вы будете помогать, если влияет, не будете, что ли. Благотворительность это не щедрость, это ничто, это норма. Покажи поближе кольцо. Поехали. Сейчас я зажму, зажму телефон. Вот. Видно, нет? Вот. Написано в руковке там. Вот колечко. Механизм вот такой, видите, у него. Так не увидишь. Так не увидишь. В сториз как-нибудь с фотою и... и покажу, потому что здесь не видно. Многие спрашивали, интересно, я понимаю. Мне тоже всякие штучки интересные. Лена, что квартира, свои мечты... Так. Так, смотрите. Чтобы зарядиться, вообще на игру «Привет вселенная». Вообще все игры полезны, потому что даже иногда игра «Привет любовь». У вас какой-то затык внутри себя, да, и вам не дает энергии, толчка, и вы после игры «Привет любовь» можете, можете желание исполниться. Но конкретно про запросы и про настрои это вот игра «Привет вселенная». На нее. На нее, на игру «Привет вселенную». И на деньги тоже. Ну реально, реально, они все разные. Не могу сказать на какую. По очереди. Если хотите выбрать сначала первую, приходите на «Вселенную». О, Ливанская, это 500 гостей при футажном торте «Венчане». Вау. Лиля, почему? О, почему игнорируете вопрос про детей? Так-так-так. Так, Лилечка, почему вы игнорируете вопрос про детей? Я его не игнорирую. Это вы себе придумали. Я просто не видела. Я отвечала на него в предыдущем эфире и сейчас. Планируем. Да свидос, все равно не читаешь мои сообщения. Эльвира Ефремова. Дорогая Эльвира, прости, пожалуйста. Видишь, не игнорирую, как получилось. Зато посыл какой, видишь, посыл с гневом, мысль пошла и прочитала твой запрос, а ты уже ушла. Пандора. Нет, это Булгари. Колечко Булгари. Здесь вот написано. Булгари. По кругу. Мечтала об этом колечке. Вот он знал, записал где-то себе в блокноте и подарил. Лиля, ответьте, пожалуйста. Встретила мужчину полностью такого, что в карте жила, не во всем, такой, как там он оказался, а, он оказался женат. Хоть и пошел на контакт. Что значит, я что-то не так сделала? Да нет, просто мужчины разные, люди разные. Что там мужчины? Что на мужчин гневать, да? Люди разные. Бывают и женщины. Такие, простите, стучки. Реально. Просто смотришь на них и думаешь, господи, пусть Бог отведет меня от тебя и мы никогда не встретимся. Это просто ужас. Это люди такие бывают. Причем здесь мужчины? И вы смотрите на человека в первую очередь. Не как на мужчину. Мужчина, если вы смотрите как на мужчину, у вас может быть, знаете, влечение, там еще что-то, вы женщина, включать вот это все, да? Просто на человека посмотрите. Он женат, он обманывает свою жену. Нормальный человек? С таким можно общаться? Но нет. Я бы точно не стала. Это Булгари, да. Это Булгари. Крутое, да, спасибо. Да, говорила про это. Скажите, если долг, можно ли в карте желание написать, к примеру, считаться долгами? Лучше бабла себе попросите, грубо говоря, много. И все. Вот про это нужно думать. Про развитие. Про еще что-то. Я мечтала поехать в Париж и купить квартиру. Тогда у меня был дом. Просто я про него не думала. Я думала про то, что я хочу поехать в Париж. Все. Мы до сих пор не переводили. Когда это было? Два года назад. Мы до сих пор не переводили в рубли, сколько мы потратили денег. до сих пор. Потому что страшно. Реально. Мы вот постепенно. Я помню, что виза стоила 12 тысяч. Что на счету нужно было показать деньги. У нас их не было. Нам в банке сделали эти справки. У меня там была ипотека. Были знакомые. Ребята, просто дайте справку. Не надо мне туда на мой счет класть деньги. Просто дайте справку, что у меня там лежат деньги. Далее. Видите, как полезно ипотеку иметь. И вот с ипотекой в 3 миллиона рублей с долгами мы, тем не менее, тем не менее, мы поехали. Солнышко так припекло мне прямо голову. В мазуте тут все сижу. Как нашли с Лешей общий язык? Расскажу тоже. Напишу пост. Напишу пост. Расскажу. Это было не сразу. Были моменты. Но нашли общий язык. Расскажу секретики. Пойду сейчас гулять. Пойду сейчас гулять. Прогуляюсь. Возьму, наверное, водички сначала себе. Пойду вот такая в мазуте. Представляете, вся в мазуте. Вся в мазуте. Вся в мазуте. Пойду красоткой просто. Здравствуйте. Это я. Гризын заказывали. Ой, блин, слушай, это капец. Ну, хоть кожаную куртку не запорола. И то и ладно. Пойду прогуляюсь. Постою на набережной. Постою на набережной. Посмотрю на водичку. Подумаю о чем-то хорошем. Завтра начинается игра «Превеселенная». Зарядимся с участниками. Все будет классно. У них тоже исполнится их желание. Они напишут мне такие же отзывы, как и пишите вы, что Лиля все получилось. Я сначала не верила. Как уже понятно, постоянно это происходит. Так что все хорошо. Все налаживается. У всех, когда люди это хотят. Когда люди хотят, чтобы у них все наладилось, у них все налаживается. Если они не хотят этого, они плачут. И нет такого, что я не могу. Ты устал, поэтому, да, возможно, ты не можешь. Но не могу, можно выдохнуть и сморить. Понять, что просто ты подустал. Дай себе отдых. Просто дай себе отдых. Все получится. В ресурсном состоянии можно все. Целую вас. Классно поболтали. Спасибо большое за энергию, за вашу. Очень вас люблю. Спасибо за ваши сердечки. Спасибо большое. Хорошего дня. Вечером, у кого какой регион, смотря. Спасибо.